спонсор выпуска пушкин flowers букет и уникальное стихотворение каждому клиенту всем здорово вы не ожидали а мы вернулись таляна сергея симонов новое видео ну что как и обещал продолжение следует в этом ролике вы увидите таляна мой разговор с ним мои как бы рассуждения вы уже видели в предыдущем видео и вот сейчас я вам так сказать зачитаю ход мыслей своих да то есть я еду к таляну не с пустыми руками понятно подарки подарками да но и нужна конкретика значит смотрите я подумал все взвесил опять же почитал ваши комментарии которые вы оставляли и в моей на моей странице вк и в группе общем активное обсуждение просто бурлит сюда и в инстаграме в том числе мнение были разные в общем-то я отталкивался от мнения большинства многие люди писали что квартира таляну не нужна нужно прежде всего работа и наверное здесь я соглашусь потому что квартира может быть и нужна но она нужна будет потом когда он заработает деньги когда он поймет что что почем так сказать да потому что квартира в москве комната в москве даже в том же общежитии это минимум 10-15 тысяч рублей в месяц да и то это если снимать там на нескольких человек как бомж якут говорил да вот они на троих однокомнатную квартиру снимали 15000 где-то за мкадом вот поэтому цены высокие и так значит вот я подготовил пять вариантов вакансии для таляна ему выбирать данный момент времени принимать решение там ну за пару дней он нечего из этого они не будут постоянно ждать его величество талян там приедет работать это это принципе практически все мои знакомые откликнулись да на данную просьбу и так первый вариант по образованию по крайней мере и первая моя первое мое предложение таляну было еще на первой встрече когда мы с ним встречались именно поваром поэтому я в общем-то исходил из того что эта работа ему тоже в целом на это учился поэтому я думаю что вакансия повара будет уместно смотрите ситуация как вакансия помощника повара холодном цеху 2 через 2 это стандартный график ресторана ресторан находится метро университет пивной ресторан зарплата 30 тысяч рублей 8 часов рабочий день это первая вакансия вот на которой его обучат помогут расскажут от стажируют если что-то будет у него не получаться то есть на начальном этапе готовы ему помогать опять же никто с ним цацкаться там не будет если он будет просто тут тупить грубо говоря да или там что-то делать не так то есть раз два три там помогут но если не будет у человека желания то есть извините ребята там тоже людей понять можно им нужно будет деньги зарабатывать а не сисюкаться с ним да это вот первый вариант значит второй вариант это курьером в пушкин flowers реклама которого сейчас вышла здесь в этом видео да это мои друзья мои знакомые роман значит с радостью откликнулся на вот эту просьбу да то есть он готов помочь итальяну в в трудоустройстве значит в пределах амкада работать курьером 300 рублей стоит один так сказать заказ заказа бывает несколько и 3 и 5 в день то есть средняя заработная плата примерно 1000 рублей в день да то есть не трудно посчитать там сколько он дней будет рабочих работать и соответственно какие у него будут заработки да вот значит график свободный транспорт они оплачивают то есть метро карточку все это тоже соответственно не оплачивать то есть опять же решать таляну я бы может быть даже скомбинировал бы да то есть я взял бы может быть работу поваром два через два взял бы на подработку например еще работу курьером за один месяц я бы наколбасил денег на втором месте я бы уже снял квартиру и двигался бы дальше в таком направлении но это лично мои мозги так работают да значит дальше третий вариант работа у моего приятеля в типографии рабочим значит пять дней в неделю 8 часов рабочий день центр москвы 25 тысяч рублей плюс соцпакет это такие вакансии особо никому тоже не предлагают то есть я человеку позвонил он сказал сюда под твою ответственность серёга возьму его тоже на работу пусть приезжает ничего военного там нет ничего такого сложного нет говорится наливай да пей да взял бревнышко отнес бревнышко поставил бревнышко вот такой вот вариант четвертый вариант работа в интернете работа с фотошопом да на дому график свободный компания lightbox которая тоже рекламируем им 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 нужен сейчас человек который занимается конкретно вот фотошопом я не знаю просто талян владеет ли этим но люди платят хорошо опять же как дополнительный заработок я думаю что это было бы дополнительным каким-то плюсом копилку так сказать денежную да то есть вот эту вещь тоже можно точно также совмещать и еще одно один пятый вариант о котором тоже в общем довольно таки я случайно узнал но как показывает практика он реально работает и имеет право на жизни так называемый портал юду называется да я знаю конкретно человека который за шесть месяцев заработал там 600 тысяч рублей но правда на своем транспорте да там перевозки все остальное то есть там как там ты заходишь и просто смотришь то что тебе по душе то есть то есть ты фриланс там например или еще что то такое то есть там разные варианты для себя выбираешь и график свободные деньги то есть захотел сегодня есть настроение там залез посмотрел куйте работку там нашел погнал там быстренько сделал кэш получил все опять же это как дополнение я специально делаю акцент именно на дополнительном заработке почему потому что как мне кажется лучше всего иметь конечно постоянную работу выходной день хотя бы одно-два каких-то заданий делать то есть например там поехал тем же курьером куда-то что-то отвез там там те же там 500 700 рублей ты свою там забрал да или не выходя из дома тоже что-то заработал но тоже пишите в комментариях вот такие у меня варианты еду столяном сейчас все это дело будем обсуждать причем это все вот на данный момент времени видите да то есть у меня все выписано все законспектировано есть конкретные люди которые его примут так сказать как родного да и дальше опять же все зависит от талян сейчас ему еду все это дело предоставлю но тоже сейчас сидим с века вот обсуждаем в принципе 30 тысяч рублей без особого образования в москве заработать но как на раз-два короче говоря вообще никаких проблем нет но в то же время абсурд заключается в том что если ты зарабатываешь зарабатываешь 30 тысяч рублей и там не знаю снимаешь квартиру либо комнату там за 15 за 20 тысяч но как мне кажется полный бред то есть я считаю что имея квартиру в москве там пускай там живя с мамашей но ребят тут надо просто чисто экономически посчитать встать на ноги поработать так сказать да набраться опыта и дальше потом уже принимать решение либо переезжать либо еще что-то ну и еще один момент аспект который как мне кажется очень важный и который как мне кажется бы направил бы на путь истины таляна это все-таки девушка да вот пишите тоже в комментариях поправьте меня если я не прав я считаю что если у него была бы какая-то подруга хотя бы ну я не знаю там по переписке либо еще кто-то вот те вот девчонки может еще кто-то там меня может смотрит но просто хотя бы таляну немножко по женской точки зрения напишите ему как вы вот видите вот эту ситуацию его потому что одно дело я ему там по мужски что-то говорю одно дело ему девушка например или женщина там или тоже мама чья-то напишет там талян вот возьми вот за там там не знаю за основу вот такое-то направление там так-то себя веди так-то себя там позиционируем может мне кажется в этом тоже причина давайте вместе пообсуждаем погнали сижу пока жду таляна сейчас придет скоро натальян конечно кадр вообще угарный хорошо хоть вообще придет я думал вообще не придет вот короче говоря есть у меня для него вот эти вакансии которые я сейчас только что вот вам озвучил реально сейчас ему все сама дам пусть выбирает смотрит пару дней дадим на обдумывание и потом пускай принимает решение надо ему это не надо как бы ребят без обид до сделал все что мог потому что на самом деле я сейчас уезжаю я почему вот это немножко все ну форсирую быстро быстро все делаю почему потому что я сейчас уеду реально на месяц сейчас сначала еду в краснодар в летнюю школу видеоблогеров с александром думкиным там ликей будет еще кто-то будет кто там роман давыдов будет потом оптимистор будет еще какие-то блогеры вот то есть я буду там с 24 по 27 августа кстати кто-то мне писал там типа когда я буду в краснодаре вот смотрите ребят информация для вас я буду в краснодаре 24 августа в 1325 в аэропорту вот так что если есть желание фан и фанатки там кто хочет там соответственно подписчики прийти фотографироваться я думаю я прям даже вот так вот для себя часик возьму там потусоваться пишите мне в личку кто хочет встретиться кто хочет там фотографироваться там автографы туда-сюда без проблем буду в краснодаре 24 августа в 1325 по он самолет прилетает блин я что-то за разговором весь подарок короче таляна съел не знаю тут еще чуть-чуть осталось принципе может таляну дать кипятком заварить все-таки горячий ему тоже полезно ладно даем все подарки таляна сажал баранки уже съел ладно талян выходи талян это сергей не бойся там таляна да ну вот короче говоря талян всем здорова все-таки мы встретились наконец-то когда она какому уже давно с тобой полгода наверно после переезда как раз так и не видел по моему это прошлый нет не прошлый но прошлый год точно да прошли давно уже да вот короче говоря ребят не знаю сейчас вот я взял список там по вакансии по всему вот все что вот ну как бы от меня требовалось да я попробую сейчас вот таляну все это дело рассказать объяснить талян возьмет какое-то время подумать не долго талян там пару дней потому что все вот такие вакансии они острые ну не то что острые но такие горящие с реальной зарплаты сейчас сядем где-то в кафешечку да сейчас сядем в кафешечку там типа кофейку попьем все обсудим короче говоря куда-то зашли не знаю культа кафе как тебя зовут как мухаммад а ты откуда сам родом о как как ты вообще здесь целом по москве как работа народ то есть вообще нет или кризис более-менее суши талян ты чё будешь давай чем закажем посмотрим сейчас посмотрим я пока сразу капучино попить сок ли чё будешь какой кофе растворим и блин чай тогда принесите ли он есть давай джасминовый чай так ты чай будешь или чем переводить получает это давать большой чай не данным принесите до растворимое кофе как-то не очень хочется да скажут симонов привел в какой-то дешевый кафе но вот какой есть были ребят до дешевые кафе я привык растворим да сухарики все сожрал блин все подарки сожрал блин но кстати я не с пустыми руками а вот подарок талян потом обзорчик провели попробуй протестируешь да но это на канале таляна я не буду тут это долго распинаться сейчас нам принесут чай и мы с вами продолжим диалог нам чеку сейчас как раз принесли вот смотрите какой у нас чай и конфеты даете да слушай здорово таляна нужно есть сладкое и вообще поправляться надо я не знаю что ты блин сладкая редко есть это печенье каждый день кстати вот час вот за кадром столяном разговаривали по поводу ситуации там с мамой с его до реально все это нет ну это не легенда это правда правильно все так и есть короче говоря я сам думал думаю знаешь на может там талян там для слабца для красного не фига с мой видеоблог все что я рассказываю я показываю на каждую как есть все но я уже понял как бы я не считаю что нужно что-то сказать это жизнь это люди это отношение людей согласен но слушая такого все всякое бывает я тоже не думал что у меня такое будет я даже иногда смотрю свои видео со стороны и даже не верю что это я что это со мной все происходит кажется что это как будто мой или брат или какой-то двойник не знаю это все дело рассказывает да мы посмотрим оставьте пока какой-то зеленый с жасмином даже обещали вот короче говоря ребят сейчас обсуждаем вопрос работы талян за кадром как бы тоже он говорит я готов там все остальное в общем вроде как вакансия повара подходит но будешь потом думать я сейчас не не надо никаких решений принимать возьми подумай я тебе оставлю этот листок вот листок час сидим как бы обсуждаем я уже говорил уже да вот смотри вот первый вариант например вот повар до 2 через 2 соответственно можно например комбинировать вот с курьером в пушкин flowers да то есть опять же можно там 22 взять там одну не к собой к примеру заказе взял там до 1000 рублей вот мы уже сейчас считали за кадром даже если брать просто чисто курьерскую работу три заказа в день это 900 рублей 900 рублей это грубо говоря даже если субботу и воскресенье убрать это 1017 месяц получается только с этого и график свободный и соответственно они еще бесплатно это транспорт бесплатно дорога да то есть и по своим делам можешь поехать а если еще заказ в одном районе так вообще-то там за час за два крутанулся и у тебя весь день свободный вот опять же ну вот я бы вот вот эти два бы направления рассмотрел дальше потом у меня короче это мой приятель но как бы друг мы близки да он начали короче ну как не владелец ну занимает одну из таких важных там должностей в типографии то есть они делают там эти учебники печатают для школы там эти азбука там всякая фигня вот то есть им просто нужен рабочий до на пятидневку до соответственно 8 часов рабочий день центре москвы зарплата 25 тысяч рублей соц пакет но ты там привязан конечно уже будешь то есть это от и до то есть ты пришел в 9 и там всем там войне 7 в 5 6 ты ушел с работы то есть это пятидневка ну как бы тоже подумай да если да я тебе дам все карта контактный телефон и звонишь от меня и все остальное я почему так все быстро дело потому что я сейчас уеду реально я хочу вот таляну ну как бы отдать все координаты и пусть он принимает решение соответственно да вот но это я уже говорил мы сейчас за кадром говорили по поводу работы фотошопа да надо ну на дому но ты как не шаришь в этом да ну я не знаю смотри какие там навыки нужны потому что у меня обычные то есть я и специально его не изучал то есть я и то есть на обычном пользовательском уровне не но опять же я позвоню поговорю мне скажу там что надо делать я тебе тоже дам контакт человека владельца вот этого вот lightbox или как они там называются да вот им нужно просто редактировать фотографии улучшать качество я каждый день как раз этим и занимаю на обычном уровне как бы ну смотря какие требования не скажу что они там знаешь какие-то шедевры такие обалдеть какие-то делают но в общем позвонишь пообщаешься до филиппову зовут дам тебе тоже все его контактные телефоны плюс в чем то что здесь тоже график свободный ты можешь дома сидеть сидишь тебя хоба там раз там заказе пришел отработал бабки скинули те там на карточку или куда там на вот мани вот и еще вот с тобой хотел поговорить есть такой порту портал называется юду ты делаешь слышал не слышал 1 1 короче это реально вот мне об этом об этом портале рассказал парень филипп вот этот который называется с работы вот по работе с фотошопом lightbox да там фишка в чем то что ты заходишь на этот портал и выбираешь сам себе какая тебя работа интересует то есть там есть и фрилансеры разные такой да и причем там сразу есть оплата за конкретную работу ну например условно говоря там бабки нужно купить пойти там хлеб магазин там метро войковская или там метро арбат там адрес там такой-то да то есть ты связываешься к примеру да заказ там стоит там не условно говоря там 100 рублей да а у тебя это к примеру через дорогу хочу не сделать пошел взял 100 рублей пошел заказ выполнил все и вот я знаю просто конкретный пример там парень один но у него правда большая такая морок большая машина джип да то есть он за 6 месяцев заработал 600 тысяч то есть он в месяц зарабатывал 100 тысяч рублей причем это была его не основная работа это была работа ну как бы как приработать до дополнительный вот просто посмотри я даже не знаю как правильно пишется youtube мне сказали вот зайди посмотри как вариант вот короче ребят вот отдаю соответственно вот этот вариант весь столяну таляну принимать решение не торопись подумай все остальное сейчас нам еще контакты всех людей вот все люди предупреждены что ты можешь позвонить скажешь от меня волшебное слово там от сергея симонова и все вот ну и вот наверное тоже еще пока пользуюсь случаем хотел бы пару вопросов тоже задать вообще в целом ну вот у тебя вообще за последнее время какая какой-то вот ну чё-то хорошее в жизни произошло вообще в целом но мы знаем там проблемы с мамой там все понятно там обустроился с ремонтом все ясно но вообще в целом вот есть что нибудь классное что-нибудь чтобы тебя вот торкнуло как-то но вот за тот период как ты переехал с той квартиры понятно стресс прошел там все и ну вообще нет как бы это все улеглось и да нет особо ничего не но выглядишь ты нормально эти скажут эти сколько не ну не видел пусть и так бодрячком все равно молодец нормально ну я да я же не совсем там сижу вообще без его без воды там без еды как это слушай а с водой чё правда что там тебя на воду перекрыла было да я потом да я же рассказывал как все вот как все было там я потом посмотрел внизу там краны по-другому стоять вот поэтому я и говорю поэтому это все именно ситуация это все наложилось друг на друга вот а я первый раз просто в таков стакан столкнулся причем мне многие уже говорили талян бери жизнь свою жизнь свои руки съезжает мамы становись самостоятельным поэтому я об этом и начал думать и вот эта ситуация она реально прям вот в меня так вот врезалась как бы да напролом то есть то есть меня уже как бы вариантов нет нужно действительно уже что-то делать я больше может уже я даже не знаю что еще может произойти значит ты говорил по поводу того что там ну там снять комнату квартиру мы не знаю мое мое мнение согласен однозначно надо жить отдельно надо будет жить самостоятельно но нужно смотреть реальным тоже в глаза да то есть смотри денег сколько чувствует денег во-первых это стоит дофига это если честно да то есть вот если даже там ну обычная там комната даже комнат даже коммуналке даже если на себя и возьмешь но это минимум пятнашка наверно там 12 10 тысяч но это все равно деньги да и если даже вот из твоего заработка берем по максимуму ты 30 тысяч в месяц зарабатываешь 10 отдать за комнату а плюс коммунальные платежи там вода свет туда-сюда электричество это тоже будет у тебя там минимум еще тысячу рублей будет забирать поэтому здесь надо считать может быть лучше взять побольше работы к примеру больше работать поменьше находиться с мамой там дома соответственно работать ну больше как мне кажется там проводить там на работе там выходные дни свои тоже расписывать там видео bolo как бы смотри то есть как продолжать жить вместе но как бы она свои знаете свои ну к примеру營е себя конечно да то с ней просто тоже можешь обговорить намам я типа иду на работу у меня график будет очень такой жесткий да то есть ты мне там тоже предоставь пожалуйста свободно время чтобы я приходил там ну то кухни была свободна там я не знаю там туалет там свободный банально был там чтобы я мог прийти помыться-то побриться там не знаю выспаться там спокойно то есть не просто проговорить эти все моменты все вперед вот и мне кажется лучше сконцентрировать свое внимание на работе больше зарабатывать а потом если уже у тебя будут какие-то излишки каких-то денег да дай бог чтобы они были ты можешь уже принимать решения у меня есть там десятка в месяц там лишняя а ну-ка ну-ка давай-ка я там лучше комнату сниму или там еще что-то к примеру в этом же районе где-то да и все но отлично мое мнение а если сейчас снять комнату и еще неизвестно чего с работой а может и там неделю-две поработаешь а вдруг не понравится а вдруг что-то еще а ты уже комнату снял да то что я платил уже может не хватать это первое а скорее всего еще за комнату или за квартиру попросят аванс то есть но не аванса как это депозит залог за да еще за месяц то есть тебе надо два месяца платить поэтому я считаю что надо сначала решить вопрос с работой четко определиться будет уже стабильный доход конечно ну ребят напишите в комментариях может я там что-то не понимаю короче мне кажется так оно и есть да там дальше уже будете смотреть вот ну давайте наверно мы попьем мы сейчас будет талян еще записывать видео соответственно на свой там канал да вот я ссылку как всегда оставлю в описании здесь под этим видео проходите посмотрите на самом деле талян искренне добрый чувак просто респект уважуха вот спасибо что ты ну обратился тоже вот ну не знаю надеюсь эти вакансии как-то помогут спасибо тебе серых что продолжаешь поддерживать как то странно несмотря на то что мы много до месяц не общались много месяцев да не общались я не скрою очень много негатива было и у тебя очень много на канале не горящий не с кем не общался я вообще не вконтакте нигде ни с кем не переписывался мне даже друзья писали столян ты куда пропал как у тебя дела хоть напиши что-нибудь то есть я вообще сидел один вообще своем этом то есть на ютюбе видео смотрел ни с кем не общался ничего все то есть вот такой вот как-то вот ну не знаю тоже что-то у меня вот в голове такое переклинило ну да но это все от того то что стресс с переездом потом еще ну я не хочу просто быть уже прошло и проехали как говорится бы у всех бывать сложные многие тоже писали там типа чё-то столяном сейчас опять там этот негатив да ребят да он как был негатив так он и есть но давайте как-то вот во всем в этом искать ну я не знаю ну что-то положительное что ли хрен его знает да шутки шутками но на самом деле я считаю что нужно как-то вот помочь человек я очень сильно надеюсь столян ты вот как бы зрителям можешь как-то хотя бы пообещать что там ну как-то рассмотреть эти вопросы там принять решение я конечно же буду это все рассматривать звонить расспрашивать все моменты узнавать об этом рассказал давай так плюс еще я постараюсь как-то вот на семейном уровне с мамой сидел я думаю я тоже считаю по семья есть семья знаете по опыту скажу ребята сегодня так завтра по-другому мама одна и и не выбирают по-любому данность это не получится как там знаешь вот там что-то не понравилось ты там расход ушел там уж год два-три не звать так не бывает тем более я так понимаю что у тебя вообще с мамы то ну реально связывает очень многое то есть вместе все время и я помню старые твои видео когда-то вообще помощи на той квартире говорил не дай бог что-то с мамой там я не бережу я это помню очень хорошо это все вещи поэтому поэтому для меня этой страны для технологии мы так любим друг другом и так очень связанные тепло ли после ситуации с квартиры и вдруг такой вот начинается с водой там с едой поэтому я как-то в шоке поэтому я не знаю не сразу первая мысль появилась надо что то менять жизни что менять начать жить постараться же чать для но чтобы жить отдельно нужно сначала заработать на то чтобы только отдельно тут одно из другого вытекает и мама мне кажется тоже она наверняка злиться еще на то что может быть ты как бы деньги не зарабатываешь? Может быть, у нее есть претензия в том, что идет расход, а прибыли нет? Или ты ей даешь какие-то деньги? Я ей предлагал сам оплачивать квартиру, но у нее автоматически вычитают из пенсии. Я говорю, давай я сам буду оплачивать. Она говорит, нет, все нормально, мне все хватает. Но если вдруг у нее, например, вышли, а до конца месяца еще осталось, а она говорит, что у нас денег уже нет, на что мы будем продукты покупать, тогда я ей добавляю. Если она меня просит что-то ей давать, то я ей даю. У нас нет такого, что денег нет, и все, и мы сидим. У меня есть, кроме YouTube еще подработав, я у знакомых работаю, я те же самые фотографии редактивную, текстовые документы. У меня есть, я особо сам много не трачу, поэтому у меня что-то остается. А в основном, если что-то ей нужно, то я ей добавлю. Это не проблема. Просто вот она стала себя так вести непонятно для меня, поэтому я не знаю. Может быть, с ней в первую очередь об этом поговорить как-то, насчет этой ситуации. Мне кажется, вообще вот даже если ты там, на том же канале, например, вот с работы что-то у тебя закрутится, завертится, если ты будешь даже брать камеру туда на работу, какие-то моменты движения своей жизни снимать, я думаю, что гораздо будет, ну, меньше негатива, там, тех же дизлайков меньше и все остальное. То есть, я думаю, что это тоже поправит, потому что люди как-то, ну, хотят что-то нового, тоже интересного, как и от меня, в принципе, то же самое, я не исключение. То есть, от меня тоже ждут каких-то, там, ну, смешных каких-то вещей, там, из девяностых, приколов каких-то, там, Стёба какого-то, еще там, чего-то такого, да? Вот, то есть, ты-то сейчас вообще кого-то смотришь на ютубе? Есть какие-то? Ну, так я, как вот зарубежных всяких лест-плеер. Я заметил, понравившись у тебя, да-да-да, я смотрю, да, поглядываю тоже. Но по подписчикам тоже смотрю, у тебя там 45, да? Да, постоянно прибавляется, прибавляется, да. За последнее время вообще какой-то бум начался, а у меня там вдруг одно время активность канала упала, там, например, там по 5 тысяч просмотров стало, там по 8, а вдруг резко взлетело, там стало по 10, по 13, там, то есть, как-то вот одно время как-то спад был, а потом опять в гору пошло, то есть, как-то вот так вот нестабильно. Кстати, Толян меня сейчас намекнул на одну такую классную вещь, у меня сейчас там конкурс идет на канале, хороший денежный приз будет, да? Мы там с Иваном мотором, короче, разыгрываем. Смысл в чем? В этом конкурсе у меня есть там наши старые с тобой фотографии, но они, правда, в машине остались, можно будет разыграть там 2-3 фотографии, например, с твоим автографом, ну, как, типа, как они, сигны, да, сигны называются. Я потом, может быть, в группе, мы устроим какой-то, ну, такой небольшой конкурс, может, ты какой-то вопрос придумаешь, пускай кто правильно ответит, там, мы как бы на конкурсе тоже это все дело разыграем, вот. Поэтому, ну, так, чтобы вам тоже там, зрителям было как-то интересно и все остальное, потому что я вообще считаю, что Толян, он, ну, необычный человек в наше сегодняшнее время, да, то есть, я не знаю даже, как правильно сказать, герой сегодняшнего дня, что ли, хрен его знает. Такого, что у меня происходит, это не у каждого встретишь. Ну, да, чтобы мама под раковину прятала там эти и мыться не давала, ну, это вообще, это просто, не знаю, и главное, ты честно об этом говоришь. Еще же многие могут там, знаешь, там, ну, у всех же у нас, знаете, как в семье, там, бывают свои терки, там, туда-сюда, мало кто об этом говорит. Так я еще почему рассказываю, потому что мне, как бы, это все во мне, ладно, я с друзьями, там, в интернете попереписывался, пообщался, это одно, но так мне хочется высказаться, я понимаю то, что если я выскажусь, мне будет легче, так это увидят еще многие люди, они могут как-то со мной это обсудить, то есть, вот именно вот высказаться, то есть, вот именно вот рассказать, вот как, например, бывает то, что музыканты, они песню, например, пишут песни, и в песне он все свои чувства выкладывают, там, все свои переживания, эта песня выходит, например, да, на широкие, там, на широкую аудиторию, так и я, как бы, я рассказываю все откровенно, все, вот, как бы, то есть, это видеоблог, это моя жизнь, то есть, все, что происходит, я все это рассказываю. Ну да, понял. Слушай, у меня вчера еще тоже, там, ну, женщина, похоже, делом написала, там, да, типа, говорит, Сергей, обязательно скажите Анатолию, что я ему хочу, как бы, посылку отправить, но не знаю, как это сделать, она, там, тебе что-то собрала, там, какие-то подарки, там, не знаю, там, еще что-то такое, я говорю, я, вот, сейчас ищу, как бы, ее сообщение, да, вот, то есть, она просила, я не знаю, я тебе просто дам ее сейчас контактные данные, ну, как бы, за камерой, да, а ты, там, сам с ней свяжешься, потому что она реально, там, ну, как, переживает, там, все остальное, то есть, я вашу просьбу помню, я ее Толяну озвучил, вот, вот, ее зовут Нина Шелегина, Нина Шелегина, вот, она вот написала, что хочет тебе помочь, реально, переживает за тебя, здравствуйте, Сергей, я простая девушка из Астрахани, недавно подписалась на канал Толяна, узнала, что вы с ним хорошие друзья, и что вы ему помогаете, в связи с последними событиями появилось желание отправить Толяну посылку, вот, только жаль, не знаю, как это, типа, сделать, Нина Шелегина, я вашу просьбу передал, вот, я сейчас тебе дам ее, там, ВК, контактные данные, там, вы уж там, как там, не знаю, спишитесь, там, туда-сюда, вот, ну, сейчас Толяна, наверное, тоже что-то снимет для своего канала, ребят, слово сдержал, приехал, встретился, пообщались, все объяснил, все рассказал, сейчас дам все контакты, ну, а дальше, ребят, там, все от Толяна зависит, ну, я, короче, не знаю, что еще можно сделать, все, спасибо большое, Толяна, да, тебе большое спасибо, что продолжаешь поддерживать, ну, а как по-другому, да, помогать, мы своих не бросаем, чтобы не было, чтобы не происходило, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, все, чао, пока, всем добра и позитива, точно, чао, пока, короче говоря, ребят, по скриптам, да, как говорится, пацан сказал, пацан сделал, во, видали, это фотка наша, первая встреча, она у меня одна, больше ее нету, и вообще, это реальный эксклюзив, это первая встреча, когда мы где, мы там, на Новослободской, мы встречались в кафе, ну, пересмотрите этот ролик, где-то шоколадница, шоколадница или кофе-хаус, уже сейчас не помню, да, 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 короче, Толяна сейчас подпишет эту, напиши здесь свое что-нибудь фирменное, что-нибудь фирменное, замути, давай, подержу, ну, что фирменное, у меня моя подпись фирменная, давай, давай, что-нибудь, а я на конкурсе у себя разыграю, и, поверьте мне, получит самый преданный фанат Толяна, короче говоря, да, ну, что-нибудь напиши, не приходит в голову ничего, ну, да, не, ну, хочется что-нибудь такое необычное, да, что-нибудь оригинальное, вот, и в то же время, как бы, чтобы это было, как бы, именно, вот, от меня, они, когда-нибудь такая фраза, ну, да, банальная, банальная, да, банальная, поэтому Толян сосредоточился, давай, лучи добра своей, направь, вот, так что, ребят, короче говоря, все, мы заканчиваем это сегодняшнее видео, да, сейчас напишу, сейчас Толян подпишет, может, даже ты секретиком, таким, да, таким небольшим, для вас будет, о, правильно, вот, то есть, видео состоялось, я считаю, да, то есть, я со своей стороны выполнил и просьбу Толяна, и, да, и сам как-то в душе, что ли, не знаю, у меня совесть чиста, то есть, с вакансиями, с этими, Толян будет выбирать, будет смотреть, но, в целом-то, вообще, как думаешь, получится, что-то у тебя сработает? Ну, это, в первую очередь, мне нужно, наверное, с мамой сначала все это семейное все-таки самому поговорить с ней, потому что я-то это все начал, ну, стало суетиться из-за этого всего, потому что стало вот это непонятка в семье, вот, мне нужно с ней, наверное, поговорить, в первую очередь, вот, а там, если я действительно пойму, ну, то есть, я, конечно, все рассмотрю, потому что так вот все время, конечно, сидеть дома, с мамой в одном, в одной комнате, это, конечно, может с ума сойти, поэтому я рассмотрю, я хочу, кстати, вот у меня уже есть варианты, вот, попробовать, по крайней мере, вот первое время хотя бы попробовать, там что будет. Да, то есть, я вот хочу, вот реально, хотя бы что-то вот попробовать, может быть, действительно меня это затянет, вот. Ну, все, ребят, короче, сами все видели, слышали, все было на ваших глазах. Все, с вами был Сергей Симонов и Толян. Всем добра и позитива. Пока.